назад попытаемся немножко по-другому хотя тут тут все вилами по воде каждый каждые 10 метров все меняется это я удачненько свернул думаю куда я вылез я здесь не был ни разу этого водопада верхней части не видел сейчас покажу это я пошел под скальником другую сторону и вышел вот куда здесь не просто верхняя часть каскада сейчас мы посмотрим ниже такая вот красота метров 6 водопад и практически ответственность вот что значит вовремя свернуть не туда повторюсь водопад этот эфемерный и я значит что видели его единицы вот я сколько лет здесь хожу что-то ни разу не доводилось свернуть в эту сторону если нижнюю часть нижний каскад его видят немногие то вот действительно эту верхнюю часть сто процента видели только единицы такие дикие места здесь ли она вот так дерево ввела дерево умерло алиана еще может и будет жить где то и и Продолжение следует... Вот таки ветерок поднимается, так погода начинает меняться. Вот так этот водопад выглядит с восточной стороны. В общем, он запрятан так, что и не догадаясь, а в принципе, если не обратить внимание, снизу... Что можно будет свернуть. Ну, вот сколько лет я ходил, я проходил только вдоль реки. Плавный верхний каскад переходит в нижний, который виден, если двигаться по реке вниз. То есть, по течению вверх. Это я уже... Ух! Внизу течет река, дотаивает снег. И вот так вот скалы, скалы, скалы переходят в лес. Там где-то вверху Тарактажская тропа. А подо мной мелкими каскадиками переходит этот водопад в нижний каскад. И далее уже знакомая картинка. Так вот выглядит общая картинка этого верхнего водопада. И действительно он такой затерянный. Его, не знаючи, просто так и не найдешь. Движемся дальше, поднимаемся опять вверх. Затем будем опять спускаться вниз. Фух! Кокосы Бабы-Яги. А вот и более привычный вид этого водопада, который снизу, кажется, просто он один каскад. На самом деле все серьезнее. Кокосы Бабы-Яги. И вот уже по пути назад зашел на Яузлар. Тоже увидел издалека еще один эфемерный водопад. Такое заслуживающее внимание, поскольку увидеть его доводится не всегда. Яузлар тоже такой разлив, неплохой, скажем прямо. Уже вечереет, правда. Все-таки решил подойти ближе, посмотреть такой зеленый, такой мохового цвета водопад. И, повторюсь, появляется он всего на какое-то время, пока тают снега. Сегодня мы за день на разных реках увидели разные эфемерные водопады, которые не всегда бывают. Даже те, кто ходит, не всегда могут их застать. Ну, а те, кто путешествует редко, все их никогда и не видели, понятно. Понятно. Так. 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 Продолжение следует...